24 мая в Кургане стартует открытый Кубок области по боксу. Участие в состязаниях примут спортсмены из Курганской области, Тюмени и Челябинска. Помимо мужчин, на ринг выйдут и представительницы прекрасной половины человечества. Курганский бокс развивается рывками. За все время существования региональной федерации бокса были как спады, так и подъемы. Три года назад в составе сборной России представитель Курганской школы бокса Константин Мишечкин стал победителем первенства Европы. А начинал он свою карьеру именно с подобных турниров. Ну нам же нужны здоровые люди в будущем, правильно? Мы же не думаем только о сегодняшнем дне. Много же слов говорят. Инвестиции. Вот в данном случае это инвестиции в будущее. Прямые инвестиции. Потому что сегодня мы вкладываемся, а завтра мы будем получать нормальное, хорошее, здоровое поколение. В течение нескольких дней на ринг выйдут юниоры 2000-2001 годов рождения, а также мужчины 99-го года рождения и старше. В турнире примет участие и прекрасная половина человечества. В возрастной категории девочки, юниорки и женщины. Первые бои уже завершились. Есть и победители. Все в порядке. Организация, как всегда, в принципе, на высоком уровне. То есть все нормально. Сейчас начнем будем боксировать. На данный момент цель это первенство Урала среди молодежи 19-22. А на этот победить, конечно. Как еще-то. Эти соревнования завершают спортивный сезон для боксеров. От этого и значимость состязаний возрастает во всем уральском округе. Вот этот турнир как таковой, он в календарном плане и он практически абсолютно незатратный. Но полезен для наших ребят этот турнир класса Б. Здесь по итогам проведения трех боев панец сможет получить разряд кандидата мастера спорта. Вот основная цель. Победители у мужчин будут представлять за Урале на чемпионате Уральского федерального округа. Майский кубок традиционно организован компанией «Велес» и областным спортуправлением. Турнир проходит при поддержке правительства Курганской области и собрал сильнейших боксеров Урала и всех любителей этого вида спорта. На проведении соревнований, которые организует «Велес», я уже не первый раз и не первый год. Поэтому довольно-таки на высоком уровне. Поэтому в позапрошлом году они проводили чемпионат Урала. Также вообще был уровень великолепный. И организация, и уровень проведения соревнований вообще было очень здорово. Состязания лучших боксеров всего Уральского федерального округа продлятся в спортивном комплексе «Велес» до 27 мая. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Антон Тиженков, информационное агентство «Курганру». 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 «Курганру».